я думала хоть немножко подмерзнет и не такая грязь будет если успею вот яйцо да если успею это код кстати вынес это я даже гарантирую это не курица потеряла это кот вынес хотела ответить по вот этой курочки меня все спрашивали почему у нее лысый зад началось все летом свиньки она начала линять потом начались дело пошло к холодам и она начала обрастать спинка у нее прекрасно заросла и начали ей выплевывать куры перья сзади и они просто не физически не успевали отрастать но я сейчас занялась этим вопросом борьбой от расклева и посмотрите у нее уже распушился зад то есть уже у нее начинают нормально отрастать перья и никто у нее уже их не выклевывает буду надеяться что это поможет заходим сюда и будем сейчас собирать яйца грязь конечно естественно занесли в курятник но это ничего страшного это все почищу и застелю красивую солому смотрите как хорошо едят куры ракушку посмотрите как они вы ели это бункер вот и так как здесь крупная вот такая ракушка она не совсем побитая вот и она подается вот с трудом и вот прошлый раз когда я приезжала я вот так вот полную и и вот так вот выпустила но это не они могут сами здесь клевать и вот она будет подаваться но так как она очень крупная фракция то она не сразу подается если бы она была мелкая вот такая пыльная то естественно она бы подавалась сразу и вот я замечаю как они хорошо выедают ракушку именно сейчас значит и она сейчас очень необходимо зерно посмотрите есть бункерная кормушка работает прекрасно смотрите еще можно было дня два не приезжать но так как мои яйцеприемники рассчитаны на скопление яиц на пять дней поэтому ручку отломали смотрите как это можно было сделать я понятия не имею смотри отломана ручка от бункера это кто сделал а кто это сделал новости отломать это какая-то махина села здесь ночевать видно и под своей тяжестью и отломалась курица какая-то села и отломала это еще целенькая сейчас я уберу эту лестницу чтобы легко было обзор был хороший так курочки спали на жердочке это прекрасно когда помет сверху я довольна потому что этот помет они не понесли в гнездо а спали здесь на жердочке и соответственно здесь они насырили так это все уберем сейчас ну для того чтобы вам показать количество яиц я досконально не буду чистить я это потом сделаю без видео но для того чтобы вы увидели что я туда даже без камеры не заглядывала вы должны обратить внимание помет я ощущаю и на ваших глазах буду сейчас открывать яйцеприемники чтобы ни у кого не было сомнений ставлю стопор сразу чтобы курица не перевернула и открываю очень аккуратно вот смотрите все как есть я вам все показываю смотрите какие яйца и сколько их яиц все видно значит что у нас здесь это яйцо смотрите ну я могу сказать характерно это вот два зуба кота вот один зуб и вот второй зуб и он его прокусывал это яйцо и не убеждайте меня в том что сделала эта курица это именно кот вот зубы острые кота конечно это можно сказать что это и клюв курицы но все-таки я считаю что это вот так вот были два зуба и просто это яйцо под наклоном в какой-то момент выпала с пасти у кота и скатилась в яйцеприемник как бы потерял кот это яйцо и она первое значит это в начале да если она лежит здесь край то значит это в первый мой день отъезда это произошло вот а дальше а дальше там есть одна шкар лука а вот здесь я вижу еще есть выеденное яйцо ну давайте будем я соберу сначала яйца чтобы уже было понятно что к чему вот белорусские начали нестись я уже собираю яйца и вижу смотрите белых яиц увеличилась хотя у меня белорусок не немного у меня по-моему или три или четыре всего лишь белорусские такие большие посмотри какое классное да они большие большие яйца но курица очень вредная очень вредная но вот еще белое яйцо вот это не грязь это просто она прокатилась по яйцеприемнику это песочек земля это это терпимо по сравнению с тем как когда у меня были яйца в открытых гнездах это ужас был вот смотрите шкар лука вот не знаю кто это сделал а вот стоит еще одно яйцо ближе покажу видишь вот оно стоит подожди сейчас сейчас я покажу вот эту опусти планку и подержи тогда я соберу давайте яйца сначала потом покажем то яйцо сегодня я конечно не считаю яйца потому что потому что я приблизительно знаю количество когда это ведро полное считать я считаю каждый раз просто не вижу смысла хотя можно просматривать и считать можно действительно можно намедленно ставить просматривание видео и будет можно посчитать так а теперь мы отпустим эту планочку и можно посмотреть это на 3 вот как видно будет вот смотрите видите яичко обалденно большое красивенное но вот она почему не скатывается потом потому что здесь помет ну ничего упала треснула ну подумаешь что буду расстраиваться вот помет видите теперь откроем верхние гнезда посмотрим кто-то снесся в этот раз верхние гнезда и нет ну здесь хорошо по сравнению уже хорошо неплохо 4 5 6 7 8 9 10 11 11 яиц неплохо яйца я собираюсь гнезд которые вот такой вот формы они имеют дырочку по центру отверстие для тех кому нравится такое слово оно находится как бы в ложбинке вот углубление яйцо может курица снести в любой точке этого гнезда она может сесть и в том углу и в этом углу а яйцо по горочке покатится и упадет в эту ямку она падает на мягкий материал в поддон а потом тоже сделан изготовлен таким образом что он тоже под наклончиком небольшие яичко падает и сразу и катится сюда если вы заметили когда я открываю это яйцеприемник то все яйца скапливаются именно вот в этой части потому что он расположен немножечко под наклончиком и кстати сюда код точно никогда почему я хотела сюда максимально приучить кур нестись потому что вот здесь уже никто его не заберете яйца не заберет идемте посмотрим что нам снесли курочки молотки вот это белорусско белое яйцо у которой да вот это белорусско у которой белое крупное яйцо ходит и ей до всех есть дело на каждую курицу хочет клюнуть она везде такая аферистка но яйца у них крупные пилотка у нее вот такая вот на бок уже заглядывает вон стоит уже проверяет вот пошла и проверять гнезда а может пошла нести здесь так идемте ой я чуть не наступила на этом яйцо надо его куда-то это кошак нес и не донес сейчас его здесь положу я его собачки отдам это яйцо заберу проверка не заходит квокает квокает вот эта черная курочка с чубчиком визитка сидит полу в гнезде сейчас проверим а почему ну ей так нравится она там сидит гуляет обратите внимание квочка уже ходит в общем стаде а потому что нету приманки яйца вон она ходит вон нет серий вот она вот она с оранжевой головкой и серенький хвостик у нее видите нету а курица не видит яйца и все она вылечилась никаких нету квахтания уже у нее а если бы мы не открутили это яйцо приманку она бы до сих пор бы сидела бы на этом яйце то есть делайте вывод весной когда вам надо будет чтобы ваша квочка заквахтала вы просто в гнезде оставляйте пять штучек яичек пометьте их там крестиком ноликом и не забирайте их все остальные яйца которые вам будут курочки доносить в это гнездо забирайте а эти пять оставьте и вы увидите у вас будет миллион квочек весной причем тогда когда вам надо все в этом гнезде у нас ничего нет открываем нижнее гнездо визитка ты шо там я не поняла шо это такое там спит курица еще какая-то сидит мой божечки волошейка заходи 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 ты ждала очереди на очередь ждала оказывается когда освободиться гнездо а мы и не знали так девочки отходите потому что мне не надо в ведро заглядывать я не люблю этого давайте я сама люблю нам яйца смотреть так такие красивые посмотри какие розовые розовый класс ну и в углу посмотри посмотри в углу мы несём потери вниз в углу в углу у нас потери шкалубки лежат и кто-то их поел то что достали да конечно представьте себе если бы у меня не было вот этих гнезд представьте я бы вообще и вот этих яиц бы не видела вот они бы все были бы вот так съедены вот смотрите видите вот такая история в углу и что мы только не делаем что только не придумываем уже укрупняются смотри уже не скажешь что это яйцо молотки некоторые да уже становятся крупненькими и вот смотрите вот вам селекция петух у меня из оливкового яйца это его дети видите слабенький ген ни одного оливкового яйца пока что нет видите все таки преимущества долген курицы а курица у меня обычные мои были помесные помеси разных пород а петух у меня был из оливкового яйца он один второй петух был хохлатый ой яйцо такое тепло теплое прямо аж еще даже не высохло видно вот только-только снесла курочка кладу аккуратненько потому что чтобы не повредить чтобы не повредить а вот это яичко прокатилась по перышкам и перышки все прилипли видите да когда она мокрая красивенькая такое яйценоскость стабильная несмотря на смену погоды ночью минус днем плюс яйценоскость у нас стабильная смотрите полное ведро я собираю постоянно я заглядываю еще гнезда может еще что-то где-то вот так вот смотрите нанесли мои курочки это за пять дней ну что проверила иди посмотри сколько яиц молодцы курочки что я могу сказать молодцы ну вот здесь 90 яиц но опять же у нас смотрите вот эти вот хочу а вот еще целая есть кстати смотри еще и целая кто это ел что это что это тут происходит когда меня нет но вижу что если бы то ели куры они бы съели бы и шкарлупки куры съедают яйцо все и там сидит курица кстати смотри ты видела там сидит несется барышня сейчас еще тут будет яичко одна только тут сидит и визитка вышла сидела вышла я буду чистить гнезда потому что сейчас несутся куры и чтобы яйца не пачкались надо почистить все так все идем и я естественно сейчас буду убирать курятники вот так вот я не оставляю мне такое не нравится я не люблю вот такую грязь курятники это за пять дней вот такое происходит это нормально курица вот так вот так себя ведет да это нормально погода еще какая но если не убирать я такого не понимаю вот это нужно все сейчас убрать кормушка наша бункерная которая противоворобьиная проверю сколько тут зерна полная смотри тут можно месяц не приезжать смотри все прекрасно зерна куча куры не голодные для меня это самое главное вот это наша новая кормушка которую я показывала на предыдущем видео я оставила с платформой нажатый кирпич чтобы она была все время открыта чтобы куры привыкли к нему смотрите прекрасно они там все едят оп смотри как это открылась кормушка видишь и вот куры привыкают с кирпичиком а потом я этот кирпичик уберу проблемном отсеке мы меняем линолеум потому что хотим все таки найти причину почему это происходит надеемся что если линолеум будет безупречный без никаких пупырышек без никаких преткновений никаких вот таких швов не будет он будет один сплошной от начала гнезда и до яйцеприемника сплошной линии и мы надеемся что это поможет нам сохранить яйца вот этот мешок который я ну вот так вот поднимаю не за сколько здесь килограмм из магазинов которые зачерствел не куплены не проданы всем желающим жителям ближайших сел пожалуйста все это продается посмотрите какой хлеб я даже с мешка его не могу у меня рука не поднимается просто его высыпать вот смотрите сколько всего это за 90 гривен ну да то что не продали в магазинах и вот второй мешок тоже такой же не легенький набирают их ну что не продалось магазине чтобы его не выбрасывать его как бы забирают даже вы знаете я очень рада что это продают они пускают в переработку потому что тот кто знает это все могли бы размочить из этого еще что-то слепить и опять продать здесь этого не делают это молодцы конечно все это будут есть мои курочки булочки все идут булочки они с начинкой поэтому я их в первую очередь буду сюда замачивать и давать в еду причем совершенно не поплесневевший зачерствел да он просто черствую магазине лежал наливаю воды и пару минут она постоит вот так и груз сверху груз а в это время пойду чистить курятник у меня очень грязно на улице после дождей слякать вот это было при входе я вынесла вот здесь застелила при входе и теперь я вижу что мне нужно настилать более больше слой то есть то что я обычно осенью этого мало не подходит надо больше настилать чтобы пол не просвечивал да потому что дожди потому что дожди грязь поэтому я буду в этот раз настилать больше чем обычно подносец и бросаю там курочки любят спать еще надо раскатать он спрессованный поэтому я его так высшатываю крупная наверное это овес был наверное крупная фолома а а а а а а а а а хорошая солома вместе с травой смотрите видите травка курочка еще и покушает что-то вот травка есть очень много зелененького и все сразу налетели потому что любят такое там под насестом я совершенно немножко чуть-чуть насыпаю а вот здесь где они ходят где в основном лапами несут грязь здесь я насыплю побольше побольше буду насыпать вот так гнезда пока почистить не могу потому что все заняты все куры несутся и пока что почистить не могу не хочу тревожить здесь я уже настилаю побольше потому что не подходит мало я вижу что вот из-за того что на улице слякоть здесь я настила побольше хожу прямо как на перине классно красота получается слуха самое главное в курятнике чтобы было слуха и не было сквозняка все беды в курятнике все болезни у курочек от сквозняка и вот выросли вот так если будет так чистенько они будут хорошо нестись и будь здоровы вкусный хлебушек вкусно она любит хлеб я и всегда даю на смотри как она сейчас будет хватать лапами она любит булочку кушай и вам дать все выстроились в очередь все тусик на не отбирай на найди на иди ешь иди яичник иди не яйцо не вкусно нет это не яйца вкусные диетические домашние а маруся любит у нас она любит батон я и всегда даю когда размачиваю хлеб куром а вот это черный кот это не мой код это соседский но приходит кушать по расписанию идемте 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 все на хлеб они же не дают даже мне пройти ну ты посмотри что вы говорите дайте гусям не жадничайте по моим наблюдениям хлеб хотя бы раз в неделю вас убережет ваших курочек от расклёва это я проанализировала по своему опыту и я вижу что и когда я давала хлеб раз в неделю расклёва у меня вообще не было как только перестала давать хлеб появились лысые попки поэтому я теперь опять возобновляю и буду кормить раз в неделю хлебом но смотрите как они его любят как им можно не купить хлеба очень сильно любят его и пусть едят на здоровье так молотки просят смотри и курочкам молотком даем лакомство идите идите кушать идите но ажиотаж один раз в неделю я даю дрожжи дрожжи конечно способствует тому чтобы курица быстрее села на яйца это очень хорошо весной делать но мне в дрожжах нужны витамины которые курица моя получит поэтому я даю дрожжи и весной и летом и осенью и даже зимой я даю дрожжи всегда один раз в неделю вот такую маленькую пачечку выбираю вот такой более-менее сухой участочек хорошо и они сейчас это все соберут мне на сетке сейчас мне нужны сейчас идет зима очень слабенькие цыплята их очень трудно выходить я не хочу сейчас цыплят но мне из дрожжей нужно нужно чтобы моя курица получила витамины которые помогут нам тоже избавиться от расклева перьев курочка поезд дрожжи получит этот витамин и ей уже не нужно будет это пирог она уже физически его не захочет выклевывать зачем если у нее достаточное количество витаминов и микро макроэлементов все вот так вот на сухом более или менее участке моего выгула я крошу никаких растворов я не делаю ничего не развожу нищем не добавляю не смешиваю просто вот так раскрошила и все этого достаточно на неделю витамины они получили и хочу вас обратить внимание ваше на вот эту кормушку которую я показывала как мы ее делали у меня есть видео я оставлю ссылочку подсказочку сверху неделю полежал до какую неделю даже пять дней полежал кирпичик на платформе и они уже привыкли к этой кормушке и уже теперь спокойно я видите кирпичик убрала и они сами открывают эту бункерную кормушку сами заходят на платформу и у них открывается сразу зерно это механическая бункерная кормушка от поедания зерна воробьями и другими перелетными птицами когда курица не стоит на платформе кормушка закрыта можете видеть дрожжи практически съедены и даже клювы почищены друг у друга а петушок наблюдает за процессом да стоит на охране не дай бог кто-то будет нападать на их и на его курочек а а почему он не кушает а петух кушает всегда хороший петух кушает всегда в последнюю очередь сначала он должен накормить своих курочек а потом покушает и сам и натертый буряк оставлю им а это капусту съели в прошлый раз оставляла кочаны остались одни кочерыжки но я их бросаю у меня яблонька растет здесь я их всегда бросаю под яблоньку и пусть они там перегнивают это очень хорошее удобрение чтобы на вольере не валялись эти кочерыжки я их собираю и под эту яблоню урожай будет обалденный я даже когда я меняю воду в вольере у кур знаете вода какая после пяти дней такая всякая там все есть я вот эту воду сливая я всегда под яблоню эту и иду набираю чистую воду и это очень хорошо сказывается урожай яблоки огромные сладкие вкусные попробуйте попробуйте так сделайте вот все вся вода которая в остатке в ведрах после кур это отличное удобрение летом даже вот когда это вода позеленела это хлорелла это очень хорошо удобрение для растений это великолепное удобрение мою кормушку которую мы сделали в прошлый раз у меня есть видео как мы ее делали мы скрыли пенотексом и смотрите как он хорошо высох вот смотрите у меня на пальцах ничего нет очень хорошо высох несмотря на то что была сильная повышенная влажность все эти пять дней шел дождь снег смотрите как великолепно все высохло и вы знаете это пенотекс очень хорошее средство и я даже планирую весной хочу очень хочу этой штукой скрыть все свои гнезда все свои кормушки почему потому что пенотекс он не просто нам водоотталкивающее средство делает на древесине он еще и дезинфицирует и убивает все микробы и то с чем мы все боремся в курятнике это бложка ложка живет на дереве и прекрасно существует в курятнике если есть деревянные конструкции и если я вскрою пенотексом кормушки гнезда и на вот этом материале не будет жить не бложка и никакой клещ не будет жить но попробую вот я посмотрю результаты вам всем расскажу я вынесу все свои кормушки почищу помою высушу и вскрою пенотексом и точно так же сделаю с гнездами и буду экспериментировать я все познаю в своем на своем опыте я что-то даю и анализирую на что это повлияло что произошло об да надо это мне а не надо мне это настолько сейчас у нас много информации и она перемешана правдивая с выдуманной с придуманной информации и поэтому такой хаос информативный что любую информацию нужно анализировать и подвергать сомнению заберу яйца и будем ехать домой вот два таких крупных яйца есть белорусские на хорошие крупная и по мясной курочки вот такие красавчики хочу вам показать кто внес это яйцо вот это вот курочка белорусская вот это ее яйцо она даже вот это яйцо крупное но это не предел у этой курочки бывает яйцо еще и покрупнее и в основном очень очень сильно страдают эти курочки от разрыва лаки когда она не может снести яйцо и очень часто такие курочки погибают это чисто яичная порода она выведена конкретно как рабочая лошадка по вот таким вот огромным яйцам это курочка называется ли горн у у нас ее называют белорусска вот такие курочки конечно она сейчас грязная но летом она белоснежная белая-белая курочка красивая но она имеет очень много недостатков эта курица очень агрессивная она дерется со всеми она подвержена каннибализму она очень жесткий поедатель яиц и если уже она единожды попробует это яйцо отучить ее будет практически очень трудно даже невозможно есть очень много способов отучить курицу есть яйца у меня на канале есть три способа и я оставлю ссылочки на эти все три способа как отучить курицу есть свои яйца вот такое вот яичко беленькая красивенько снесла вот эта курочка и пошуровала по грязи и и у молодок я сейчас заберу конечно тут еще курочка сидит она снесет яйцо чуть попозже тут мы сейчас уже можем и забрать оп и тут два яичка тоже есть вот такие красавчики молодец раз кукарекает значит освоился молодец все омероуканы у меня сидят уже с молотками и я уже видела что петушок уже освоился и топчет уже курочек все у них тут прекрасно ой как красиво поет а вот этот который только что кукарекал еще немножко стеснительный вот он там сидит на той жердочке пока стесняется а этот полным ходом уже освоился и в этом гнездышке несется курочка но мне уже надо уезжать ее яичко я заберу через несколько дней а Субтитры создавал DimaTorzok